всем привет привет мои дорогие любимые драгоценные добро пожаловать на мой канал diamond dream кто со мной не знаком меня зовут марина и сегодня я буду делать для вас расклад на тему ставшую уже традиционной на моем канале а именно что он думал обо мне сегодня что он хочет мне сказать использовать я буду колоду таро артного это классическая колода и перед началом расклада хочу вас поблагодарить мои дорогие за ваши донаты низкий вам поклонную мне очень приятно получать ваши подарки и конечно же за ваши лайки за ваши комментарии теплые прекрасные благодарю вас от всей души и напоминаю что по вопросам обучения обращайтесь пожалуйста на мой ватсап или телеграм пишите слово обучение и обязательно вам отвечу и расскажу подробности если вы мечтаете обучиться делать расклады таро самостоятельно трактовать их и вам нравится моя энергетика импонирует моя манера подачи материала и так что он думал обо мне сегодня что он хочет мне сказать он думал что любит вас он думал о своих чувствах действительно эмоциях чувствах к вам если это ваш муж он думал о том что вы его семья если это не ваш муж он мог думать о том что вы можете стать его женой его семьей он мог думать о том что ему невероятно хорошо с вами. Что эмоционально он раскрывается именно с вами. Вот такой замечательный сразу же комментарий у нас вышел на дне колоды. Надо же, начало расклада какое. Какие энергии сейчас мужчина проявляет? Закрылся, забаррикадировался. Вот тут уже что-то у нас не совсем выходит позитивное. Знаете, как может быть? Или вы с мужчиной сейчас в каких-то вот таких отношениях, когда он с вами, вернее, за забором находится от вас, забаррикадировался, закрылся неким забором. Может быть, заблокировали друг друга. Может быть, он просто отдалился как-то и закрылся. Вы могли отдалиться, закрыться. Или же этот аркан говорит о том, что мужчина в принципе сейчас для вас непонятен. Какие у него намерения, какие планы, что он собирается дальше делать вообще, что он думает о вас. Для вас это неизвестно. Потому что он находится за некой стеной явно. Еще, знаете, может быть, какой момент здесь? Здесь мужчина сам может пребывать в своих страхах, сомнениях, переживаниях. Да, безусловно, так. И это касается его материальных дел. Что-то происходит сейчас кармически важное в его жизни, связанное с материальной сферой. И из-за этого у мужчины могут быть страхи, сомнения, переживания. И он сейчас полностью занят этой сферой своей жизни. Вот так нам показали сейчас вашего мужчину. Давайте посмотрим, думает ли он вообще о вас, этот человек. Есть ли нам что дальше, о чем делать расклад? Конечно, думает. Это аркан-колесница. Безусловно, думает. И мысли яркие, страстные, интересные. Если вас разделяет расстояние, он может думать о поездке к вам. Если вы только что познакомились, или же у вас был какой-то ступор в отношениях, допустим, у вас пауза случилась, то он думает о продолжении отношений с вами. Может думать о том, как выйти из этой ситуации, паузы сейчас. И выйти, причем с достоинством. С таким высоко поднятым носом, и головой, а не упасть лицом в грязь. Вот об этом он может думать. Если предстоит поездка к вам, то может думать о поездке к вам. И также, конечно, это мысли о той страсти, которая все-таки в его сердце бушует в отношении вас. А она, безусловно, здесь есть. Еще какие мысли о вас? Он думает о вас с любовью. Но сегодня история вот такая. У нас не зря на дне колоды вышел аркан десятка кубков. Здесь у мужчины явно есть чувство к вам. Не так часто выходит вообще в общих раскладах такая ситуация. Такие арканы замечательные. Но вот сегодня история такова. Он думает о вас с любовью. Когда он думает о вас, он испытывает особые, очень яркие эмоции. Когда он думает о вас, вполне возможно, он чувствует шевеление тех самых бабочек в животе, которые приносят нереальное удовольствие. И на ментальном, и даже на физическом уровне. Хотя это все, что касается эмоций. Он может мечтать о вас. Он может представлять вас в каких-то таких красивых, очень эмоциональных сценах. И также он думает о вас, как о человеке, который умеет дарить эмоции, который, возможно, любит его. Он может думать о том, что вы его любите, что вы его цените, что вы хотите быть с ним. Вот такие мысли у него сейчас. Еще мысли о вас. Кстати, он думает о том, что вы очень эмоциональный человек. Но в то же время вы можете уже сейчас, не так, как это было раньше, потому что по королю мечей это уже нажитой, так сказать, опыт со временем. Вы уже нажили этот опыт. И вы стали более хладнокровной, более трезвомыслищей. Он понимает, что вы можете и сказать таких пару слов, как отрезать, отрубить. Прямо что-то конкретное ему. Как сказануть? И у него аж холодный пот по спине. Вот он об этом думает. Что вы сейчас уже не девочка-колокольчик, которой можно лапши кучу на уши навешать и получить свои результаты. Ну, я шучу, конечно. Ну, вот что-то в этом роде. Он считает, что вы можете занять достаточно жесткую позицию. Он понимает, что вы можете и сказать, как отрезать, и принять какое-то решение, которое, возможно, его не очень устроит. Но он это в вас уважает. Также он может думать о том, здесь этот мужчина, что в вашей жизни, возможно, есть другой мужчина. Или в любой момент этот мужчина может в вашей жизни появиться. Такие сейчас у него мысли. Еще какие мысли у этого мужчины о вас? Он понимает, что, да, смотрите-ка, если у вас, если вы расстались с ним, у вас состоялась ситуация расставания, и вы смотрите сейчас этот расклад для того, чтобы понять, что будет дальше, и хочет ли он возвращать вас, и хочет ли возвращаться, то здесь мужчина думает о том, что вы ушли, или он ушел, неважно. Это может надолго, так сказать, продлиться. То есть, это может долго продлиться. Он может думать о том, что ситуация этого вашего расставания, молчание, или уже длится давно, или, возможно, есть перспектива того, что она продлится достаточно длительный период. У него об этом мысли. Также он, если вы с ним продолжаете отношения, у вас все в порядке, значит, у него есть мысли о том, что если вдруг вы расстанетесь, то это может быть реально надолго. То есть, здесь могут быть опасения, опасаться может мужчина, могут быть опасения того, что, а вдруг, если вы расстанетесь, если вы решите выйти из отношений, или он, допустим, сделает первый шаг, это может быть надолго. Он прекрасно понимает, что если вы примете решение из отношений выйти, или уже приняли решение, то здесь есть его вина, потому что есть неискренность, потому что есть двойное дно, потому что есть некая закулисная игра, здесь есть неискренность, и это самое главное. Здесь мужчина, если он обманывает, если он говорит какие-то нечестные вещи, если он юлит, если он как-то выкручивается, он прекрасно осознает, что он делает. Но он понимает, что эта тактика его поведения может стать причиной, или стала уже причиной того, что вы могли расстаться, или может стать причиной расставания. Что он еще думает о вас? думает о том, что у вас сложный характер, что вы далеко не простушка, и вы далеко не мягкая, пушистая нервная кошечка, которой можно диктовать свои условия отношений, да и вообще, в принципе, условия совместного какого-то существования с ним. То есть вы всегда сможете отстоять свою точку зрения, у вас есть свое мнение, у вас есть четкая какая-то своя позиция, то есть у вас далеко не самый покладистый характер. Давайте-ка я спрошу, ему это нравится, или его это удручает? Ему это нравится, представьте себе. Он уважает в вас то, что вы имеете свою четкую позицию, то, что вы можете отстать свое мнение. Имейте в виду, что если вы мягким ковриком постелитесь у него перед ногами, под ногами вернее, вряд ли это вызовет у него уважение. Как раз у него вызывает уважение ваше четкое, яркое, такая позиция защиты своих интересов и отстаивания своих интересов. Это очень важно на самом деле. Еще какие мысли о вас? Он считает, что вы женщина для семьи. Он считает, что вы женщина для серьезных, стабильных отношений. Он считает, что вам эта семья, вот эти стабильные, серьезные отношения действительно нужны. Если у вас легкий роман, и вы думаете, что он думает, что вам этого легкого романа будет достаточно, то это не так. Он здесь четко для себя понимает, что вам нужна семья, вам нужен крепкий, надежный тыл, вам нужен надежный, верный партнер рядом, мужчина, и что с вами хорошо, уютно под одной крышей. Вам нужна стабильность, но вы умеете создать эту стабильность, этот уют. И в общем-то вам это необходимо. То есть у него не поверхностное отношение к вам. Он понимает, что вы не женщина для легкого флирта и простого такого, какого-то легкого романа, ни к чему не обязывающего. Вы заслуживаете семьи, заслуживаете серьезного отношения, потому что вы так воспитаны, и вообще это вот ваш стержень такой. Вы настроены на серьезные отношения. Он считает так. Еще знаете, как он может думать, что у вас все в порядке, все хорошо, если вы, допустим, с ним сейчас расстались, он думает, что вы сильно по нему не горюете. А хотел бы он, чтобы вы горевали по нему, если вы расстались. Смотрите, что выходит. Конечно. Если вы с ним расстались, он просто хотел бы, чтобы вы страдали по нему. Ой, не хочу произносить этих слов, но вот что есть, то есть. Спросила и на тебе вам, пожалуйста, выходит девятка мечей. Конечно. Ему хотелось бы, если вы расстались, если вы сейчас не вместе, Если вы на паузе, в расставании, ему очень хотелось бы, чтобы вы горевали, чтобы вы плакали в подушку, чтобы вы там, я не знаю, названивали свои подружки, все это дело рассказывали и тоже причитали, плакали и говорили, а как же мне быть бедной дальше? Вот ему это было бы бальзамное рано. Вот так. Еще что думает о вас? Думает о вас, что вы весьма эгоистичная особа, иногда вы можете себя вести весьма эгоистично, даже если вы перед ним там расстилаетесь и полностью всю свою энергию отдаете. Он считает, что в некоторых вопросах, а может быть и во многих, вы проявляете, но это здоровый эгоизм, это не плохой эгоизм, это здоровый эгоизм и свою точку зрения высказываете. Кстати, имейте в виду, что ему это нравится. Когда вы проявляете свой характер, а не стелитесь перед ним, ему это нравится. Вот здесь такой мужчина, то есть вероятнее всего ему такая тряпичная женщина не нужна, ему нравятся женщины со стержнем, ему нравятся женщины с чувством собственного достоинства, таковой он видит вас. И даже считает, что когда вы этот эгоизм, любовь к себе, кстати, здесь тоже может быть, прям такая вот подчеркнутая, когда женщина любит свое тело, любит себя вообще всю полностью, интеллект свой, свою душу, и она это подчеркивает своим поведением, она это показывает, что я не страдаю там гордыней за шкалом каким-то в эгоистичной энергии, я просто люблю и ценю себя, и хочу, чтобы мой партнер делал то же самое. Вот ему это нравится у вас, и он считает, что вы такая, и ему это нравится. Ну а теперь давайте спросим, что он хотел бы сегодня вам сказать, но по какой-то причине молчит. Во-первых, он не знает, он хотел бы с вами перемен в отношениях, но он не уверен в том, каких перемен хочет он сам, и могут ли они состояться, и хотите ли вы вообще какого-то выхода на новый уровень в отношениях, или в принципе кардинальных перемен. Вот это он хочет вам сказать. У него есть некоторое такое чувство неуверенности, а как будет дальше вообще все между вами? Еще, что он хотел бы вам сказать, но по какой-то причине молчит. Он дико скучает, скучает, страдает, тоскует, когда вас нет рядом. Он об этом вам категорически говорить не хочет. Почему не хочет говорить? Ну потому что его эгоцентризм, его такие эгоистические зашкалы, они ему не дают возможности позволить себе это вам высказать. Он чувствует себя солнечно, ясно, тепло, красиво рядом с вами. Когда вас рядом нет, он чувствует потерю энергии, он чувствует какую-то такую серую, унылую тоску, тоскливо на душе, когда вас нет рядом. Потому что вы ему дарите светлые энергии, вы ему дарите заряд энергии, заряд эмоций. Что-то такое светлое, прекрасное, что позволяет ему чувствовать себя полноценно счастливым в этой жизни. Но он вам об этом не говорит. Но не говорит он как раз из-за своего же характера, из-за своих же каких-то комплексов, сомнений, страхов. Вот что-то у него какая-то червоточина есть в этом человеке. Скажи и возьми, что ты мне нужна, ты мне даришь эту энергию, этот свет, это счастье. Но он по какой-то причине это скрывает, и это его чисто такие психологические проблемки. Еще что он хотел бы вам сказать, но молчит. Он хотел бы вам сказать, что он вас любит. Я не буду добавлять никаких других арканов. Вот смотрите, замечательный, великолепный аркан десятка кубков на дне колоды. Тут неважно, какая ситуация у вас складывается с этим мужчиной сейчас. Вместе вы, в расставании, все у вас гармонично или совсем наоборот. У мужчины есть чувства к вам, и он хочет вам их озвучить. Есть некие блоки, есть некие причины, по которым он вам это не говорит. Но вы должны знать, что он испытывает к вам чувства искренние и красивые. Вы должны знать, что этот мужчина, все вот эти вот красивые эмоции, о которых я вам сказала, я не буду повторять сто раз он вас любит. Потому что любовь каждый воспринимает тоже по-своему. Слово «любовь», «я тебя люблю». Казалось бы, так просто, но в то же время для каждого человека достаточно сложно определить, что такое любовь для него. Но вот эти чистые, красивые, светлые эмоции он испытывает к вам. И даже если у вас присутствует ситуация треугольника, допустим, в вашей жизни, потому что аркан влюбленный, он часто говорит о наличии еще кого-то, то есть выбора наличия, не обязательно, ни в коем случае не думайте, что у всех прям тут будет треугольник. Но даже если у вас есть треугольник в жизни, значит, он хотел бы, у него есть желание сделать выбор в вашу сторону. И то есть душой он все равно этот человек с вами. А уже другие обстоятельства мы будем рассматривать в других темах раскладов. Вот это он хотел бы вам сказать. Очень хотелось бы, чтобы это его желание превратилось в истинное реальное действие. Тогда было бы просто идеально. Но пока вот так. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что досмотрели расклад до конца. Как всегда, буду вам очень благодарна за лайк, за теплый комментарий под моим видео. Подписывайтесь на все мои ресурсы. YouTube, Яндекс.Дзен, ВКонтакте, Рутюб, Телеграм-канал. Желаю всем счастья, любви, добра, света и, конечно же, защиты и покровительства высших сил. Всех целую, нежно люблю и пока-пока. До следующего расклада, мои драгоценные.